Итак, Анна, ты победил первый матч с Полиной Кишаром, но ты был немного лучше от открытия. Пожалуйста, расскажите нам о этом матче. Нет, я не знаю, как сильно я была, но я не знаю, как сильно я была. Но это было, что я играл на что-то совершенно плохое. Я не ожидал, что она выбрала сегодня. И тогда я просто мискалкуировала некоторые линии. И как я играл на первом этапе, это было просто ужасно. Но я просто надеялся, что я не потерялся сразу. И тогда, в середине, она решила уничтожить паун. И я думаю, это было интересное решение. Но когда мы были в оборудовании, она просто потеряла контрплей. И потом я победила. Но я просто очень счастлива сегодня. Да, и теперь мы играем на то же время, когда твоя сестра Мария победила крон в 2015. Вы считаете, что этот место для тебя счастлива? Если я помню правильно, я была уничтожена в четвертой финале. Да, это время. Я думаю, что моя сестра не объявляет играть здесь и в одном месте. Но, как для меня, это нормально. Да. И теперь мы играем в оборудовании. Вы не потеряли это? Это не мой первый турнир. Я уже играл в гран-при. Но, да, я помню, что я прошла 14 месяцев. И это было довольно много. Да. Да. И вы считаете, что потерянный оборудований будет влиять на некоторые игроков, including вас? Да, конечно. Это влияет на всех людей. Потому что, когда нет оборудований, то многие вещи разные. И, конечно, это не так, как вы забыли, как они двигаются, но практические... Как сказать? Какие мы имеем в виду? И также, как... Когда мы играем турнир после турнир, мы повторяем линии все время. И, когда вы приходите в турнир, то, как... Может, мы забыли что-то. И, конечно, вы не чувствуете так хорошо времени, но, как я уже говорила, я уже играл довольно серьезные турниры и я думаю, что это будет легче для меня играть сейчас, может быть, с другими игроками, которые не играли в каких-то eventах. Спасибо, Анна, и удачи вам! Спасибо!